Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Надеюсь, меня видно, слышно хорошо. Можете, пожалуйста, отписаться, чтобы нам понимать. Отлично. Я думаю, что мы потихоньку начнем. Итак, тема нашей встречи сегодня – это «Онкология. Разговор с психологом». Тема эта очень обширная, и, конечно, на эту тему можно разговаривать очень долго. Но мы сегодня постараемся обсудить все, на наш взгляд, главные проблемные точки на разных этапах лечения онкозаболеваний. И что хочется отметить, мы пытаемся поговорить не только, сказать не только про чувства и переживания непосредственно человека, который болеет, который страдает онкозаболеванием, но и о том, как родственникам вести себя, вести себя правильно, чтобы действительно помогать, чтобы действительно поддерживать и быть полезными и нужными в данный момент. Для начала хочется сделать такое условное разделение. Оно, еще раз повторю, очень условное, но я сейчас объясню, для чего оно нужно. Мы разделим пациентов на категорию пациента пожилого и старческого возраста. И, конечно, тут мы подразумеваем в большей степени пациентов старческого возраста. И всегда в лечении таких пациентов нужно учитывать то, что помимо основного заболевания, онкозаболевания, есть еще часто когнитивные расстройства. То есть расстройства памяти, внимания. Если они достаточно сильно выражены, то пациент не всегда может до конца осознать свою болезнь, суметь ухаживать за собой, выполнять простые рекомендации врача. Поэтому в этом случае, конечно же, помощь родственников нужна в первую очередь для того, чтобы помочь пациенту соблюдать рекомендации, банально выпить таблетку в нужное время, прийти куда-то. Также часто мы слышим от пациентов старческого возраста следующую фразу. Я не хочу лечиться, потому что я прожил долгую жизнь, и сейчас я не понимаю, для чего мне это нужно. Если так суждено, значит, так суждено. Родственники пытаются убедить в обратном, настоять на лечении, но не всегда это дает даже какой-то результат. Вот это особенность именно пациентов данной категории. Что же касается пациентов молодого возраста, тут на первый план выступают еще ряд проблем. Это социальные проблемы после операции. На работе, в коллективе, среди друзей. Часто невозможность вести привычный образ жизни после операции. Отказ, хотя бы на некоторое время, часто приходится отказываться от хобби. Смена работы сопутствует заболеванию часто. И всегда есть вопросы о длительном прогнозе. То есть мне сейчас 20 или мне сейчас 30 всего лишь. Что будет через 20 лет. Какова вероятность того, что я через 20 лет буду чувствовать себя нормально, не буду болеть. Даже при хорошем исходе лечения. Эти вопросы всегда есть. Они очень важные, очень волнительные для пациентов молодого возраста. Еще раз повторю. Это деление очень условно, но оно все же необходимо. И дальше мы разделим помощь, работу на различные этапы. Деление тоже относительно условное. И не каждый пациент проходит все эти этапы. Потому что кому-то назначена операция, кому-то назначена химиотерапия, кому-то назначено и то, и другое. Но мы рассмотрим данные этапы все по порядку. И первое, это, конечно же, постановка диагноза. И в момент, когда на человека просто обрушивается вот эта лавина со словом «у вас рак», человек находится в прострации, человеку страшно. Потому что страх – это первое, что возникает, когда слышишь этот диагноз. И сразу же миллион вопросов, которые крутятся в голове. Что делать? Где лечиться? И все это сопровождается очень сильным страхом и боязнью потерять свою жизнь. И важно сказать, что на этом этапе очень редко пациенты обращаются к психологу. Потому что нужно срочно действовать и заниматься непосредственно лечением заболевания. То есть поиском больницы, поиском врача, который может либо провести химиотерапию, либо сделать определенную операцию. И когда первый шок проходит, возникает еще ряд вопросов, которые беспокоят человека. Об этом мои пациенты рассказывают впоследствии. То есть поставили диагноз «рак». Я работаю в большом коллективе. И мне приходится отпрашиваться с работы постоянно, чтобы ходить, определяться с дальнейшим лечением. Нужно ли мне говорить об моей болезни коллегам. И, наверное, я должна сказать о своей болезни коллегам. На самом деле важно подчеркнуть, я хочу подчеркнуть, что вы не должны, не обязаны говорить о своей болезни никому, если вы в данный момент этого не хотите. Вы вольны делать так, как в данный момент вы считаете, как считаете, что правильно для вас и по вашим ощущениям. Бывают различные коллективы. Например, кто-то говорит о том, что мне стало легче, я рассказал на работе, там у меня вторая семья, меня поддерживают, мне помогают. А кто-то наоборот говорит, что я вообще не хочу, чтобы на моей работе знали. Поэтому еще раз хочу повторить, вы не должны говорить кому-то, кому-либо, если вы этого не хотите. Это очень важно. То же касается и друзей. Может быть, на каком-то этапе вы захотите этим поделиться, а сейчас нет. И в этом нет ничего страшного. Но если с вами поделился близкий человек, друг, знакомый, коллега, и вы хотите помочь, то на данном этапе помощь может заключаться, если человек вас об этом просит и говорит об этом, в поиске больницы, где занимаются лечением данного заболевания, поддержать. Но первое, что нужно сделать, это просто выслушать. Выслушать ту проблему, ту боль, которую в данный момент несет в себе этот человек. И важно сказать, у меня сегодня в презентации будет много слов «не», чего делать не нужно. Это тоже очень важно, и важно это услышать, запомнить и не повторять. Никогда не нужно обесценивать чувства человека. То есть человек, как пример, говорит «мне страшно, я боюсь умереть, я не знаю, что делать, я хочу плакать, я хочу накрыться одеялом, не просыпаться, проснуться по-другому». И некоторые отвечают на это «да ничего страшного, да вот у меня болела тетя, вот сейчас она вот 20 лет уже живет, да что ты переживаешь?» Ну бывает, сейчас это очень часто встречается. Так говорить нельзя, потому что этим вы показываете, что те чувства, вот есть у человека страх и боль, и волнение. А своим таким ответом выходит, что вы показываете, что вы считаете, что этого быть не должно, не может, и это не поддержка. Так говорить не нужно. Нужно выслушать и сказать, спросить. Скажи, пожалуйста, чем я могу сейчас помочь? Может быть, посмотреть, поспрашивать, где лечит это заболевание, заболевание, куда можно съездить на консультацию, чтобы услышать второе мнение. И если человек говорит, что я нашел клинику, я нашел врача, мне не нужна помощь, не настаивать, не говорить, а я слышал вот это. Если человек просит больше не давать информации, а помощь ваша заключалась в том, чтобы... в том, чтобы просто выслушать человека и поддержать. Следующий этап – это предоперационный период. Если человеку назначена операция, конечно же, назначена дата, человек ложится в больницу, он ждет операции. Какие моменты здесь сложные, трудные для человека и для родственников? Конечно же, боязнь непосредственно операции, а также боязнь дальнейшего лечения, боязнь боли. И вот в этот момент часто происходят конфликты в семьях, то, что мы видим в стационаре. Человек представить себе, да, вот мужчину, главу семейства, который никогда не показывал слабости, всегда был для всех поддержкой, опорой, и вдруг вот так случилось, что он заболел. И ему страшно. Он боится то, что ему будет больно после операции. Он боится, может быть, наркоза. Но он не может сказать родственникам о том, что он этого боится. Он банально стесняется. Ему неудобно говорить об этом родственникам. И такая ситуация встречается очень часто. И ему, человеку, который оказался в такой ситуации, конечно же, лучше поговорить со специалистом, с медицинским психологом, если он есть в данном учреждении, или связаться со специалистом из другого учреждения, поговорить и обсудить свои страхи, вопросы, проблемы, если он не может поделиться этим с близкими. И близким нужно понять, что в такой ситуации иногда нужно позволить человеку какое-то время побыть с собой. Потому что, когда человек попадает в больницу, постоянно суматоха все равно вокруг, люди, которые хотят поддержать, если они приходят, но иногда нужно дать время человеку побыть наедине с собой. И какая помощь родственников здесь может быть уместна? Это помочь с бытовыми вопросами. Домашние животные, привезти что-то в больницу. И всегда нужно спрашивать. Скажи, вот у тебя собака, может быть, мне погулять с ней, мне взять ее к себе на это время? Создавайте конкретный вопрос, если вы действительно хотите помочь. Так, следующий этап – это ранний послеоперационный период. Здесь главный акцент нужно сделать на то, что человеку может быть больно. Конечно, это зависит от объема операции, от обезболивания, насколько оно адекватное. Но все же после операции, конечно же, бывает больно, некомфортно. Но важно сказать то, что на это еще наслаивается сильное моральное истощение. Это очередной конфликт и непонимание, который возникает с стороны близких и человека, который находится в такой ситуации. Вроде бы операция сделана, все позади, самое страшное, да, вот все боятся операции. Она позади, она прошла успешно. И близкие часто ждут, что человек будет радоваться, что он будет радостный, довольный, оптимистичный. Потому что вот все хорошо. Врач сказал, что все хорошо, лечащий, что вот вырезали, что все было чисто. Но человек почему-то не радуется, а он просто никакой, у него апатия. И почему такое возникает? Потому что все силы, ресурсы, человек собрался, когда ему озвучили диагноз. И дальше он начал, начинает крутиться, искать место, где лечиться, назначать дату операции, готовиться к операции, переживать из-за операции. И он устал, он просто истощился. И этот момент очень тяжелый, потому что после операции очень важно как можно быстрее начинать умеренную физическую активность. А человек ничего не хочет. И в данном случае, чем могут помочь близкие, с которыми человек общается, это, конечно же, помочь делать такие маленькие шажочки. То есть мы в момент, в послеоперационном периоде, человек вряд ли будет, редко строит планы на далекое будущее, дает оптимистичные, какие-то себе же прогнозы. Это вот здесь и сейчас, есть только здесь и сейчас. И сегодняшний день, завтрашний день. И те успехи маленькие, которые может человек сделать сегодня. Например, встать, пройти по коридору после операции, пусть и с поддержкой. Что-то сделать самостоятельно. просто выпрямиться. Это большие шаги, да, маленькие шаги, но большое дело в послеоперационном периоде. Поэтому не нужно давить, не нужно говорить, почему ты не улыбаешься, почему ты не радуешься. А нужно помочь вот в преодолении таких маленьких препятствий, да, и сопровождать человека. И что еще хочется сказать, в данный момент часто встречается гиперопека родственников, большая семья, приходят родственники, которые хотят помочь. Человек хочет взять сам стакан воды, хочет сам сесть. Родственники говорят, нет, не нужно, мы тебя поднимем, мы тебе польем в рот воды. И понятно, что все хотят помочь, но это не всегда хорошо, потому что человеку хочется почувствовать, что он может что-то сделать сам, что он может это сделать самостоятельно, ему нужно двигаться. То есть нужно не переборщить заботой и опекой, чтобы, во-первых, этим даже не разозлить человека, который так в хрупком равновесии находится, и не препятствовать его восстановлению двигательному. В ранний и послеоперационный период тоже часто приглашают, связываются с психологом, потому что родственники задают следующий вопрос. Он, наш папа, наши мамы закрылись, они, человек, который болеет, не общаются, все держит в себе, нам ничего не говорит, не хочет нас видеть, хочет побыть один. И поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что если есть такая возможность, нужно сказать близкому человеку о том, что есть специалисты, которые работают с людьми, оказавшимися в подобных сложных жизненных ситуациях. И что эту помощь можно принять, можно попробовать пообщаться, поговорить и найти контакт, выстроить контакт. Это тоже очень важно. Следующий этап – это химиотерапия. Тут, конечно, сразу можно говорить о побочных эффектах химиотерапии, которые пугают всех. Это выпадение волос, тошнота, рвота, отсутствие аппетита. Конечно же, когда такие есть симптомы, очень сложно говорить о восстановлении, о том, чтобы чувствовать себя бодрым, веселым, поправляться. Конечно же, это перекрывает зачастую все хорошее, все успехи лечения, которые есть, потому что, в первую очередь, человек чувствует себя и часто даже не может сосредоточиться. И на данном этапе очень часто возникают у молодых пациентов, пациентов работающих, проблемы с работой. То есть достаточно много уже пришлось пропустить, взять отпуск, больничный, возникают проблемы на работе. И если пациент, человек не сказал своим коллегам о том, что болеет, то здесь определенный этап, когда он опять задумывается об этом. Потому что боятся выпадения волос девушки и понимают, что это может стать заметно. и спрашивают вопросы, которые задают часто нам. Вот как мне сказать правильно об этом? Потому что я не хочу жалости, я не хочу советов, я боюсь этого, но мне нужно сказать. Я пришла к выводу, что мне нужно сказать. говорить честно. нужно сказать, говорить честно. Да, у меня есть такое заболевание, я лечусь, но сейчас я не готов, не готова обсуждать это подробно. И это нужно обязательно сказать, если вы решили сказать это на работе вот в данный момент. И следующий момент это помощь родственников. То есть, что можно на этом этапе сделать? Опять же, задавать вопросы конкретные, нужно ли тебе отвести, тебя отвести на процедуру, на сеанс химии, например. Потому что химиотерапия часто проводится амбулаторно, человеку нужно приехать и уехать. И не всегда есть силы быть за рулем или передвигаться на общественном транспорте. Поэтому четко нужна конструктивная помощь. И вопросы такие же. Нужно ли тебя привести? Я могу привести тебя, нужно ли тебе это? Это будет большая помощь. Другой момент это различные бытовые вопросы. Нужно ли приготовить тебе что-то? Я могу приготовить? Не сделать это? Это то, что может помочь. И человек, услышав от вас конкретный вопрос, возможно, ответит на них «да». Потому что вопрос расплывчатый «я могу чем-то помочь?» звучит как просто вопрос, не ожидающий ответ. Ожидающий ответ «спасибо», «нет». Поэтому конкретные вопросы тут могут помочь. и следующий период это период ремиссии. И здесь я написала, что работа очень важна и много пациентов обращаются за помощью в период ремиссии и говорят о том, что во время лечения родственники, близкие очень сильно поддерживали, но сейчас сложно объяснить им, почему мне так плохо, почему мне так страшно, почему я не могу вести обычную жизнь и радоваться обычной жизни. Почему я покупаю торт, а он не такой сладкий, как был раньше. Я куда-то иду, и я не наслаждаюсь ничем. И сложно объяснить людям, которые смотрят на ситуацию вот так. Была болезнь, ее вылечили, сейчас ее нет. Можно радоваться и наслаждаться жизнью дальше. Но на самом деле не все так просто, потому что это огромный удар не только по организму, по внутреннему миру человека, это переоценка ценностей. И многие после уже в период ремиссии живут от исследования контрольного до исследования. То есть, как говорят, я жду следующего исследования. Через три месяца я иду, делаю снимки, я проверяюсь и жду этого. Проходит три месяца, все хорошо, я начинаю ждать следующей даты проверки. Конечно же, так тяжело жить, и это нелегко, потому что фокус был очень долгое время на лечении заболеваний, непосредственно на лечении, то есть поезд больницы, врача, операции, химиотерапия. И сложно переключиться вообще с этого фокуса на обычную жизнь и суметь жить и наслаждаться дальше. Это очень непросто. И еще раз скажу, что на этом этапе очень важна возможность работать с психологом, получить психологическую помощь, потому что часто людям, которые принесли такое потрясение, как онкология, в такой момент, в период ремиссии, уже неудобно делиться с близкими своими страхами, потому что опять же боятся, что близкие просто не смогут этого понять. и что здесь важно сказать про круг друзей и знакомых. Очень важно понимать, что это человек, который был вам всегда другом много лет, родственником, и есть множество тем, на которые вы можете поговорить. И эти темы не обязательно касаются онкологии, и есть некоторые фразы, о которых говорят очень часто мне, мои пациенты, клиенты по телефону. Фразы, комментарии, которые звучат, озвучены как комплимент, но воспринимаются совершенно по-другому. Например, здравствуй, вот ничего себе, вот как ты хорошо выглядишь, даже не скажешь, что у тебя был рак, что у тебя волос, волосы опять выросли, вот здорово выглядишь, хорошо, о том мы уже думали, вот такие фразы очень часто почему-то они настолько бестактны, но они настолько часто встречаются, что о них нельзя не сказать. Это совершенно неправильно и недопустимо. И также одна моя пациентка рассказывала, что после того, как она прошла через длительное лечение, все встречи с подругами заканчиваются разговорами о раке груди. Слушай, скажи, а можешь посмотреть, нет ли у меня уплотнения, то я теперь боюсь, можешь ли потрогать, можешь ли сказать, похоже ли это на твой случай. И человек просто изолируется, перестает общаться, его круг общения сужается очень сильно. Поэтому все, что могут сделать близкие люди, знакомые, друзья, которые действительно хотят помочь, это общаться с человеком, общаться не с болезнью и с человеком, который преодолел эту болезнь, а просто с человеком, со своим другом, со своим коллегой общаться нормально. И если человек не хочет говорить на тему своего заболевания, не нужно постоянно на этом акцентировать внимание, даже говоря комплименты. Это очень важно и важно запомнить всем, кто в такой ситуации находится. А самим пациентам, людям, которые оказались в такой ситуации, нужно честно говорить в своем окружении, мне неприятны такие слова, я не хочу это обсуждать, мне не хочется об этом говорить, давайте поговорим о чем-то другом. И если вас окружают люди, которые хотят с вами общаться, вы интересны, и все же они постараются включиться и услышать вас, это тоже очень важный момент. И сейчас постараемся подытожить то, о чем говорили раньше. Как помочь себе? Конечно же, эти несколько пунктов, это далеко не все, но если все-таки как-то сжать, это научиться слушать свое тело, это сейчас для пациента, научиться слушать свое тело. Процессы концентрации, релаксации, они на любом периоде, потому что когда человек слышит страшную новость и дальше начинает все это закручиваться, тело начинает сжиматься, мышцы начинают сжиматься, спазмироваться, и как следствие начинают возникать еще другие явления, которые многие списывают на лечение, а на самом деле это просто спазмы мышц, это сжатое тело. И очень важно научиться правильно расслабляться и правильно концентрироваться, когда это нужно. Потому что если человек не расслабляется вечером, во время сна или в другие моменты, он не расслабляет тело, то тело постоянно напряжено, голова тоже получается постоянно включена и наступает истощение. И потом человек, когда нужно собраться, он не может, потому что ресурсов внутренних просто нет. И очень важно работать с телом на всех этапах. Также на этапе послеоперационном, например, для женщин после мастоктомии очень важно слушать тело, разрабатывать руки, чтобы прийти к первоначальной, вернуть осанку правильную. потому что после операции, после любой операции большинство зажимаются, плечи уходят вперед и вследствие возникают другие болевые ощущения, которые не связаны непосредственно даже с лечением, но очень мешают. Наладить сон, конечно, этот пункт важен для всех, я думаю, что здесь даже не стоит останавливаться. Что касается режима, опять же, если нарушен сон, если тело непослушное, то нужно приводить себя в порядок при помощи режима. Режим звучит очень сложно, но на самом деле это хотя бы примерное время, когда человек ложится спать, это какие-то ритуалы на сон или ритуалы в начале, небольшая, например, зарядка, разминка тела, это жидкость, которую человек употребляет в течение дня, еда примерно в одно и то же время. Это очень важно, особенно, когда мы помогаем организму восстановиться. также важно определиться с бытовыми вопросами, об этом мы говорили, когда говорили про помощь родственникам, кто может привезти продукты, погулять с собакой, помочь что-то приготовить и определиться с тем, насколько готовы говорить и с кем готовы говорить. Также говорить откровенно с близкими о том, что нравится, о том, что неприятно, то есть спасибо за это, мне это очень нравится, это твоя помощь, цена. А можешь вот так вот, можешь, пожалуйста, не говорить. Мне это неприятно, меня это расстраивает. Не бояться этих слов, потому что, если не говорить честно, это накапливается, и потом в какой-то момент оно может вылиться в гораздо более неприятную ссору. Научиться просить о помощи. Важный пункт. Дело тут не в гордости, дело просто в трезвой оценке ситуации. И это умение очень важно. Если вам нужна помощь, вы можете о ней просить открыто. Этому нужно научиться. Не мог бы ты отвезти меня, тебе нужна моя помощь, да, не мог бы ты отвезти меня на химию, или забрать меня, я себя плохо чувствую, или привезти продукты. Следующий пункт не искать информацию о своем диагнозе и прогнозе на форумах. Дело в том, что одинаковых ситуаций не бывает. Историю человека с другой стороны, который зашел на этот форум, вы полностью не знаете. И очень многие приходят расстроены, потому что услышали, что у меня была похожая ситуация, и все очень плохо. И приходят в отрицательных, в расстроенных чувствах, с отрицательными эмоциями. что важно понять, что нет одинаковых ситуаций. И вы не увидите на форуме, не узнаете правильный прогноз, все про диагноз. Это нужно узнавать у врача, советоваться с врачом, задавать вопросы лечащему врачу, или искать второго врача для получения дополнительного мнения. И подключать умеренную физическую активность на всех этапах. Об этом тоже мы говорили на этапе даже раннем послеоперационном. Это ходьба, это конечно же после того, как врач это разрешит. Но неправильно думать, что после всех операций нужно очень мало двигаться, очень сильно беречь себя, потому что тело наше такая система, которая пытается поддержать все звенья. И поэтому чем быстрее вы скажете, что я живой, я двигаюсь, я хочу выздороветь, и у меня есть ноги, руки, которые шевелятся и работают, тем быстрее тело включится в работу, и тем быстрее пойдет процесс выздоровления, потому что все в нашем организме взаимосвязано. следующее это когда болен близкий человек. Опять же пройдемся по пунктам. Не рассказывать истории, прочитанные где-то или услышанные от третьих лиц. И никаких псевдонаучных статей, конечно же, только проверенная информация. Это очень важно, потому что многие говорят о том, что присылают родственники, знакомые на почту какие-то статьи непонятные, какие-то выжимки тоже с форумов непонятных людей. Это неправильно, тем более как когда человек говорит, что этого не нужно. Про гиперопеку я уже сказала, это не самый лучший способ поддержки. Вы выключаете человека из всего, что происходит вокруг. Он еще больше чувствует себя больным и отказывается вообще от действий. И чаще всего в результате раздражается. Не обесценивать чувства, не говорить «все будет нормально, ты зря переживаешь, такое было у многих, все закончится». Об этом мы уже говорили подробно, этого делать ни в коем случае нельзя. Конструктивная помощь, фраза «чем я могу помочь?» она, как я уже говорила, слишком расплывчата. Конкретные вопросы «тебе нужно сделать то-то, может что-то еще, тебе нужно отвезти». Если будет задавать конкретные вопросы, возможно, человек потом попросит конкретно о чем-то, и вы сможете помочь. И важны разговоры на другие темы, не связанные с болезнью, потому что жизнь состоит не только из заболеваний, не только из онкологии, а много всего другого. И недавно я услышала такой комментарий от своей пациентки, которая сказала, что мне было удивительно, мне позвонил мой одноклассник, бывший, и он знает о том, что я болею, и он сказал мне встретиться, предложил мне встретиться. Мы с ним встретились, я была готова, конечно же, выслушивать какие-то советы, либо что меня будут жалеть, а он просто рассказывал какие-то забавные истории, и мы гуляли по осенней Москве. Это было очень здорово. То есть это помощь, это поддержка, это тоже поддержка, не обязательно говорить, я тебе так сочувствую, я понимаю, в какой ситуации ты находишься, нет. Часто поддержка заключается совершенно в другом. И последний пункт, который по значимости не последний, очень важный. Для тех, кто помогает близкому, помогает родственнику, близкому человеку, не забывать про свои ресурсы, потому что человек помогающий, он старается много дать, старается дать это правильно, помочь, вытянуть. Но часто я вижу истощенных людей полностью, которые не могут помочь даже себе уже. Для того, чтобы как-то поспособствовать выздоровлению, моральному улучшению состояния человека, в первую очередь нужно быть самому хотя бы в каком-то ресурсе. Поэтому нужно, важно следить за своим здоровьем, за своим здоровьем, за своим самочувствием и понимать, что вам тоже нужно время на себя и не стесняться этого. Если вам нужно заняться спортом, либо побыть просто одному, прогуляться одному. Если люди близкие, человек часто стесняется этого. Мне неудобно пойти прогуляться или сходить побегать или что-то еще пока там мой муж он в такой ситуации. И вроде бы когда слушаешь это, понимаешь, что движет человек, который так рассуждает, но это не совсем правильно, потому что только когда вы будете себя чувствовать относительно хотя бы нормально, вы только тогда сможете помочь человеку почувствовать себя лучше и будете сопровождать, помогать ему на разных этапах лечения онкозаболеваний. Мы прошлись по основным пунктам. Надеюсь, что вы получили сегодня новую интересную информацию, ответы на некоторые свои вопросы. Теперь давайте пройдемся по вопросам, стараемся на них ответить. почему так получается, что здесь в России ты остаешься одна со своими болячками, почему нет штатных психологов? Я каждый раз ищу информацию на разных сайтах. К сожалению, я не могу сказать относительно всех клиник, но есть ряд клиник, в том числе наши клиники, в которой есть психолог, и возможность работать с психологом на разных этапах, от момента, когда вы попали в клинику до на всех этапах, и работать, и дистанционно работать, созваниваться и общаться так. То есть нужно, конечно же, в каждой клинике узнавать это отдельно, искать, есть ли там такой специалист. так, следующий. Почему так мало психологов? Нужно сказать, что наша профессия, она очень сложная, потому что ее путают с профессией психиатра. Многие до сих пор боятся слова психолог, считают, что это психиатр, что у человека есть какие-то нарушения, если он обращается к психологу. Возможно, и поэтому тоже. Здравствуйте! Как настроиться на выздоровление, убедить себя в 100% в процентном излечении? Ведь врачи все время ждут рецидива. Я думаю, что врачи не столько ждут рецидива, они проверяют для того, чтобы понять, что его нет. И по поводу того, как убедить себя на 100%. Если постоянно убеждать себя в чем-то, это тоже будет постоянной идеей навязчивой. Нужно задействовать все компоненты жизни и жить жизнью, не только ожиданием следующей диагностики, то, о чем мы говорили. Правильно распределять свою жизнь, свой график, пытаться включиться в другие сферы тоже, проходя диагностику. То есть думать о том, что есть человек, который лечился от онкологии. Сейчас все чисто, но человек боится рецидива. Наверное, ужасно так говорить, но нужно подумать о том, что у здорового человека, у которого не было онкологии, тоже может возникнуть онкология, рак. И также можно начинать бояться этого и бояться думать об этом каждый день. Поэтому тут важно опять же работа со специалистом, если вы не можете справиться с этим самостоятельно, ну и включение в другие сферы жизни. Куда можно обратиться за профессиональной психологической помощью? Можно ли получить такую помощь бесплатно в Москве? У нас в клинике, в клиниках Лядова онкологии 21 века помощь психолога бесплатна для пациентов клиники. То есть пациент, который попадает к нам на лечение, может всегда связаться с психологом и получить эту помощь. Мои врачи не ждут рецидива. я считаю просто успокаивают. Вот я конечно в тревоге. Ну отвечала на предыдущий вопрос до этого он похожий. Да, это сложно уйти от болезни и перестать думать об этом и ставить этот главный фокус жизни. Тем более когда сказали, что все хорошо. Прохожу лечение, часто плачу, хотя понимаю, что важен позитив. Как от этого уйти? Ну тут важно сказать, вы не должны думать, что важен только позитив. Некоторые люди плачут длительное время, потому что они должны тоже выплакать эти эмоции отрицательные, подавлять в себе отрицательные эмоции. Не нужно, потому что если на душе совсем плохо, а вы будете улыбаться, вам не будет легче, и вы от этого не будете себя чувствовать лучше, а только хуже. это выразится в чем-то другом. Поэтому какое-то время слезы это совершенно нормальная реакция на возникшее состояние. С чем по сути работает психолог, психики, пациенты с онкологией? Чем отличается это от других патологий? Не совсем поняла вопрос, но наверное работа правильно сказать будет, что работа психолога с любым пациентом, она заключается в том, что в помощи пациенту преодолеть свои страхи, прийти в ресурсное состояние и начать радоваться жизни, несмотря на то, что есть определенное заболевание, или было определенное заболевание, или если смотря какой запрос у человека есть, у кого-то есть запрос наладить отношения с близкими, несмотря на то, что есть онкология, то есть психолог говорит с человеком не только о заболевании, вот мы будем говорить только о заболевании, многие пациенты, которые лечатся от онкологии, они обращаются ко мне совершенно с другими вопросами, которые обострились на фоне заболевания, также и родственники пациента, которые обращаются за профессиональной помощью, не являясь непосредственно пациентами, и мы говорим не о лечении, о том, как нужно лечить рак, мы говорим о чувствах, они разные, у каждого человека, независимо от того, онкология это или другое заболевание. у меня удалена почка и боюсь заболеть ковидом, так как все лекарства пропускаются через почки, как себя вести, чтобы не нервничать? Ну, ковидом сейчас, к сожалению, боятся заболеть все, и это, да, неприятное заболевание, сейчас мы все живем в таком состоянии страха, но вопрос это нужно задать лечащему врачу, да, по статистике, да, сложнее переносит человек с удаленной почкой, это лучше уточнить у лечащего врача непосредственно. Прошу поговорить про неоперабельные случаи, как настроиться на жизнь. Я думаю, что здесь будут еще вопросы, которые требуют отдельного либо вебинара, либо поста в Инстаграм, и я сейчас оставлю, открою окно презентации, ссылка на наши социальные сети, вы можете писать в Инстаграм, запросы для того, чтобы мы либо сделали вебинар на определенную тему, либо мы написали пост на определенную тему, потому что, конечно, в рамках одного вебинара очень сложно раскрыть такую обширную тему, как онкология и разговор с психологом на тему онкологии. Поэтому пишите свои запросы, что бы вы хотели услышать, какой пост вы хотели бы прочитать на эту тему, если она немножко отличается от того, что мы сейчас обсуждали, мы обязательно об этом поговорим либо напишем. Но про неоперабельные случаи два слова, что хочется сказать. Также это жизнь каждый день и есть операбельные случаи и прогноз недолгий после операции, после лечения и человек проживает недолго. есть неоперабельные случаи, с которыми человек живет и живет дольше, чем человек после операции. Тут очень много моментов и в любом случае это ваше состояние и ваша жизнь, как вы ее строите сегодня. Тут в двух словах, конечно же, сложно сказать, но все же. Как научиться отпускать ситуацию, как научиться верить, что все еще впереди. В любом случае мы живем сегодня, есть сегодня, есть завтра и то, как вы построите день сегодня, день завтра зависит от вас и это наше будущее, ближайшее. Сколько проживет каждый человек, мы, к сожалению, не можем знать человека, даже который не страдает от онкологии, любой другой человек. Поэтому есть то, что сегодня и завтра и те желания, которые вы хотели бы воплотить в жизнь. и что вы для этого сейчас можете сделать, чтобы это действительно сбылось. Как вы думаете, можно ли говорить о смерти? Стоит ли поддерживать об этом разговор с больными или нет? Вы имеете в виду, наверное, разговор если родственник говорит о смерти, я попытаюсь понять. Если человек говорит о смерти, это нормально, если он хочет поговорить об этом, об этом можно говорить. У нас, в нашей культуре, в России не столько принято обсуждать тему смерти, но в других странах это тот вопрос, который обсуждается вместе после посещения врача, семья, психотерапевт, психолог и все спокойно, кто-то, кто хочет, спокойно может сказать, я вот умираю, меня не будет. Если человеку комфортно об этом говорить, то почему нет? Это можно обсудить, может быть, это беспокоит человека очень сильно. по поводу чатов для онкобольных. Чатов, вы имеете в виду, наверное, какие-то группы, к сожалению, я не могу сейчас давать ссылки на разные группы, но могу сказать, что у нас планируется в будущем, в скором будущем марафон для пациентов с онкологией. И в этом марафоне смогут принять участие желающие все, и там будет также чат, и смогут между собой общаться пациенты и делиться своими впечатлениями о том, как они себя чувствуют во время прихождения этого марафона, поэтому просто подпишитесь на наш инстаграм, и вы сможете отследить дату начала марафона, подписаться на него и начать вместе с другими работать над собой. Так, вопросов больше нет? нет? Если есть еще вопросы, я их немного подожду и расскажу про планы. Самые частые вопросы, которые задают нам во время лечения. Вопросы, которые задают родственники, как правильно сказать, допустим, вот как правильно сказать папе о том, что ему нужен психолог. И хочется сказать, что сама постановка вопроса, она не совсем верная, может быть, не совсем корректная, и, возможно, изменение формулировки поможет составить правильно и быть услышанным по-другому. Если вы понимаете, что близкий человек находится в тяжелом состоянии психологическом, что он замкнулся в себе и не может справиться самостоятельно, или какие-то еще вещи, которые подсказывают вам, что ему нужна помощь психолога. Можно сказать, как я уже говорила ранее, о том, что я вижу, мне кажется, что тебе плохо, и ты не можешь все обсудить со мной, я не могу помочь тебе, как может это сделать профессиональный психолог. Есть специалисты, которые работают с пациентами с данным заболеванием, и ты можешь попробовать, поговорить и поделиться. Может быть, тебе будет проще делиться чем-то не со мной, а с специалистом. Вот так. Такая формулировка, она более корректна, и, возможно, она будет услышана лучше, воспринята лучше, потому что когда говорят человеку, тебе нужно к психологу, часто это воспринимается в штыки, человек отвечает, со мной все в порядке, я не псих, ну, потому что до сих пор происходит некая путаница этих понятий. Как детям донести, что тебя скоро не будет? Детям 9 и 12 лет. Поговорить с ними, рассказать о том, что что есть жизнь, а есть смерть, что мама или мама сейчас с вами, да, но может такое случиться, что мама не будет присутствовать рядом с вами, и физически она не сможет вас обнять, погладить, и быть рядом, и сказать честно, что вот я не знаю, когда это произойдет, но это может произойти, но вы должны знать, что я всегда буду вас любить, я всегда буду где-то внутри, рядом с вами, и может быть обсудить еще какие-то вопросы, которые они будут задавать, но этот разговор обязательно, то есть скрывать от детей, скрывать от детей этого не надо, потому что потом, когда человек уходит, дети остаются с этой болью, они должны иметь возможность быть рядом и попрощаться с самым близким человеком, это очень важно, то есть скрывать и не говорить ничего неправильно, это неверное решение. Почему онкологов не учат правильно разговаривать с пациентом? Важно, когда врач приводит примеры выздоровления, в тяжелых случаях я полгода была в жутком состоянии только из-за того, что не имела ни одного примера того, что человек с подобной стадии вылечился, как только я сама спросила и получила положительный ответ, вот только тогда началось выздоровление и прогресс лечения. Да, к сожалению, на этот вопрос ответить я не могу, очень надеюсь, что все-таки будут какие-то изменения в образовании и онкологи будут посещать сами различные курсы, потому что есть курсы для онкологов, которые учат правильно разговаривать и корректно говорить, чтобы помочь, чтобы не оттолкнуть пациента и настроить его на лечение. И хочется верить, что большое количество онкологов будут задумываться об этом и понимать, что это очень важно, что многие, к сожалению, считают, что важно непосредственно лечение, а психологическая составляющая или то, как подается информация, это не столь важно. Но вот, к сожалению, такое есть, я надеюсь, что осознанных осознанностей будет больше. Да, они не смогут понять, почему их мамы больше не будет, их психологическая травма будет сильнее в этом возрасте, чем просто непонимание, что происходит. Конечно, именно поэтому еще раз подчеркну то, что важно говорить. Любое умалчивание, любое умалчивание в данном случае такое, оно потом, возможно, вам легче не говорить о чем-то, потому что это для вас тоже очень болезненная тема и непростая. И это как раз понятно. Но для детей, детям правильнее услышать это от близкого человека, которого они могут потерять. И это очень важно, потому что потом остается один на один с этим человек без возможности попрощаться и проговорить, и сказать, и сказать о своих чувствах. И он останется с этим навсегда. И на основании этого тоже будет строиться жизнь следующая, дальнейшая человека. И это нечестно, если человек любит и заботится о детях, нечестно уйти, не сказав ничего, когда есть время попрощаться, есть время провести вместе. это будет правильно. Конечно, и не нужно ждать спокойной реакции и слов о том, что да, я поняла все здорово, я понял все здорово. Конечно, это тяжело будет, но тяжело это будет в любом случае. Но так вы подготовите человека, своих детей к этому и дадите понять, что вы открыты с ними, вы их воспринимаете как личности, с которыми вы можете поделиться этим и рассказать об этом и показывать вашу степень доверия детям. В игровой форме, смотря что вы имеете в виду, подразумеваете под игрой, говорить, рассказывать так, что вот банальный пример, я не говорю, что нужно пользоваться таким, это ребенку важно почувствовать, что вы будете рядом всегда, несмотря на то, что физически вы не сможете быть рядом, погладить, поддержать и сказать, дать какие-то зацепки, возможности, то есть сказать, что вот меня не будет, но вот посмотри, где-то с неба я буду смотреть на тебя, я буду тебя видеть, это всегда, когда захочешь чем-то поделиться, вот что-то мне такое рассказать, ты можешь это сделать, например, что для этого нужно сделать, ты можешь сесть, взять какую-то игрушку, либо какой-то символ, да, или что-то, и рассказать о своих тревогах и о своих волнениях, и я буду тебя слышать, я буду тебя поддерживать, возможно, я не смогу ответить так, да, но я при этом буду тебя очень сильно всегда любить, и я буду, ты будешь чувствовать, что вот где-то далеко, но я при этом с тобой, вот если это можно назвать игровой формой, можно что-то еще придумать, вот, но обычно удается детям донести это через небо, звездочки, и дать понять, что физически он не сможет прикоснуться, да, получить это тепло, но при этом это не значит, что человек уходит, и все, его вот нет, совершенно нет, и о нем не нужно думать и разговаривать, потому что ребенок воспринимает любой уход, почему пропал родитель, что я такого сделал, почему он пропал, я плохой, поэтому нужно, зная, что так оно происходит, нужно сказать, что вот так складывается, так получается, и рассказать ему об этом, чтобы потом он не думал, не было чувства вины, и не остался отпечаток на всю жизнь. Так, ну вот, да, как-то так, символ, какой-то символ, сказать, конечно, что вы не можете отмечать, но символ это хорошо, потому что ребенку нужно что-то спокойнее, что-то сжать в руке, за что-то поддержаться, вот, и лучше этим символом делать что-то, что можно заменить, купить другое, то есть не что-то эксклюзивное, что можно потерять один раз, а потом ребенок будет совершенно в расстроенных чувствах, потому что вот это там что-то, оно в единственном экземпляре было, то есть что-то, что можно заменить, что сможет супруг купить в случае того, если это будет утеряно. Это тоже очень важно. Там что-то какое-то, если это игрушка, да, игрушка, которая продается еще, или какой-то платочек, я не знаю, ну, это уже на ваше усмотрение, но вот, что можно. Вот, и опять же, повторюсь, не ждать, что реакция будет хорошей, и дети будут спокойны, и, конечно, они будут переживать, но они же, это нормальная реакция, это реакция правильная, и ваши действия будут правильные в данном случае. Вы думаете верно, и вы заботитесь об их будущем, и о них, и о их психологическом состоянии в дальнейшем. Может быть, конечно, природный элемент, да, все что угодно. Просто часто детям хочется что-то, что-то потрогать. Так, скажите, пожалуйста, будут ли еще вопросы? Если будут, то тогда я их жду еще пару минут, и мы закругляемся. еще раз на экране слайд, это ссылки на наши социальные сети. Вы можете подписаться, и дальше мы будем ждать обратной связи, нам важно понимать, насколько вам все понравилось, ли вам, насколько все было доступным, и что вы хотели бы еще услышать, увидеть, и на данную тему, ну вот, на тему психологии, прочитать или услышать. Боюсь искать работу, боюсь отказа. Отказа из-за заболевания. очень такой момент, искать работу, приходить, все, что здесь можно сделать, это из-за того, что одно легкое. но при устройстве, при устройстве на работу об этом, несмотря какая работа, тут важно понимать, но при устройстве на работу не всегда спрашивают о том, что сколько легких, и как тут важно специфику работы понимать, и приходить, и не бояться услышать отказа. То есть отказ всегда неприятен для человека, который болеет, и для человека, который не болеет. И только если идти и разговаривать, пытаться это делать, можно понять, что вас могут не взять, как и любого другого человека. И попытки, они нужны, потому что первый момент в преодолении это вообще сделать что-то. Потому что не делая ничего, мы не сможем отказа получить. попытка, она должна быть. Про книги. Наверное, нам стоит сделать и в Инстаграме обзор книг, которые по этой теме. Но тут важно, что вы хотите прочитать. То есть есть книги, которые рассказывают о том, как важен психологический настрой, как, например, Саймонтон и Саймонтон «Психотерапия рака». Они говорят о совместном подходе врача, радиолога и психолога о том, как важно, о том, насколько лучше результаты у человека, который психологически настраивается, готовится, помогает себе, в отличие от тех, кто просто непосредственно принимает лечение. Есть книги, в которых собраны истории людей, известных, которые прошли через это. Это книга Екатерины Гордеевой, тоже собраны разные истории. То есть тут зависит от того, что вы хотите почитать именно. Саймонтон «Психотерапия рака». Старая книга, но она как уже такое некое пособие. Саймонтон «Психотерапия» написать написать об этом в нашем инстаграме. Чужие вопросы не мотивируют, у каждого свое, пройдет нахочется жизнь. Чужие вопросы не должны мотивировать, это совершенно нормальная реакция, потому что есть вы, есть ваша жизнь, она не похожа ни на какую другую, и история, она не похожа ни на какую другую. и поэтому чужие истории мало кого мотивируют, заставляют двигаться, потому что вы исключительные и случаи всегда разные. Пронзительно хочется жить. Ну вот уже желание, да, желание жить, желание двигаться дальше, это уже первое. Если человек хочет этого, он начинает искать возможности это, это выполнять, как построить жизнь, как начать жить сегодня, несмотря на то, что есть заболевание, было заболевание. И это непросто, но возможно, если вы хотите, вы хотите работать над этим. Нет волшебной таблетки, которая заставит нас только радоваться и испытывать только положительные эмоции, это и не нужно. И часто вопрос, который задают, это как мне прийти в то состояние до постановки диагноза. Я хочу проснуться, счастливой, довольной и как будто бы у меня этого не было. К сожалению, нельзя забыть, нельзя вычеркнуть из памяти, но можно учиться и научиться жить после этого с этим. ремиссия не наступает. Человек, который лечится и продолжает лечение, всегда ждет ремиссии. Конечно, очень грустно понимать, что пока успехов нет, но в любом случае есть то, что мы говорили в процессе ожидания ремиссии, в процессе лечения мы не говорим о совсем плохом состоянии, когда человек лежит после операции, но когда это возможно жить и строить свои планы, у нас все время что-то вносит коррективно наши планы коронавируса или еще что-то, поэтому есть сегодня, есть возможности, которые есть сегодня, не откладывать на дальнее что-то, что можете выполнить. Хочется поплавать на кораблике, идти и поплыть, если это возможно, когда это возможно, или прогуляться и пытаться все-таки переключиться не только на это. К сожалению, это во многих случаях спутник, онкология это спутник, который неизлечим и с которым приходится бороться постоянно, но помимо этого есть другие сферы, другие моменты, которые нужно включить в свою жизнь, вспомнить о них, вспомнить, как радоваться простым моментам. наверное, мы будем прощаться. Всем еще раз спасибо, спасибо за участие, спасибо за ваши вопросы, если какие-то вопросы у вас остались, вы всегда можете их отправить в директ, в инстаграме, либо в комментариях, или написать, тоже можно либо в комментариях, либо в директ, какой-то, какой пост вы хотите, может быть вы хотите какую-то тему раскрыть и услышать что-то. Еще раз спасибо всем и мы будем прощаться. До свидания.